Я не очень верю, ну, наверное, даже и особо большого количества примеров нет, я не очень верю в идеи одиночек. То есть, если идея не прошла процедуру ознакомления этой идеи, подпиской на эту идею своих друзей, своих знакомых, а может быть и незнакомых людей, то в идее есть какой-то ущерб, какие-то в ней таятся опасности, которые могут выскочить в самый непредсказуемый момент. И, с другой стороны, у авторов, которые не прошли вот эту процедуру шаринга идеи между своими потенциальными партнерами, у них, вероятно, не сформировалось вот этого навыка, вот этого умения не просто делиться своими идеями, а вдохновлять своими идеями. И корректировать свои идеи в том числе. Абсолютно. Слушайте. Потому что ты вот одного думаешь, что это вот таким образом прекрасно будет, а у другого человека другая точка зрения, и найти вот консенсус очень важно. Да, я абсолютно с этим согласен. Более того, если мы посмотрим уже навязшие, набившие оскомину истории самых крупных стартапов в современном мире, то в начале почти всех этих историй лежит такое действие, что некто очень толковый и одаренный приходит и говорит, парни или там девчата, а давайте сделаем это. Кто-то говорит, давайте сделаем, кто-то говорит, типа, отвали, в результате они делают, и что-то получается, да. Но вот всегда кто-то один, может быть, он бесконечно гениален, он собирает свою команду. Вот вы, не собрав свою команду, много вы себя лишили и, вероятно, чего-то лишили своих читателей.